Сегодня мы примеряем калуши счастья и признаемся в любви к десертам, обливаемся ледяной водой и знакомимся с победителем кошачьих рингов, собираем весенние букеты и подпеваем обладательнице премии Грэмми. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Закаливание Закаливание – это философия и образ жизни, так говорят те, кто практикует эту процедуру. Сейчас узнаем, как и зачем по собственной воле можно вылить на себя ведро ледяной воды. Перед тем, как устроить организму полезный, но все-таки стресс, нужно обязательно разогреть тело. Пробежка, приседания, прыжки подойдет любая аэробная нагрузка, а дальше пробуждение. Денис Голыба практикует закаливание уже 12 лет. Сама я холода боюсь, честно говоря, поэтому можно вас облить? Конечно, можно, можно привыкать. У-у-у-у! Хорошо! Хорошо! Что, как ощущения? Ощущения? Давно уже привычные ощущения. Самое чувство? Ну вот 42 года мне, да? У меня трое детей. Старшему 18, первоклассник один и дочка родилась в прошлом году. Поэтому чувствую себя, как будто еще готов долго жить и радоваться, да. Все болезни, все вирусы, которых сейчас, вон, кошмар, что творится, да, проходят быстрее, восстановление. Там не неделями лежишь в постели, да, а буквально 2-3 дня, и все, ты пошел опять тренироваться, купаться. Мороз по коже этих людей не пугает. Акция пробуждения собрала и взбодрила 100 амичей. Прилив сил и радость. Кровь бежит по телу быстрее, лицо краснеет. Так организм стремится согреться. Новичкам хочется испытать себя, опытным моржам укрепить иммунитет. Тело сейчас горит, но руки замерзли. Потому что все равно нужна тренированность. Надо тренироваться вот так вот. Прыгнуть и поплыть, наверное, не стоит. Но я это делала раньше, но все равно нужна тренировка, подготовка и желание. Волнение испытываешь при погружении. Ну а потом главное ввязаться в бой. После таких водных процедур нужно обязательно вытереться насухо, надеть теплую одежду и обувь. И, конечно, подкрепиться горячим. Мы хоть в проруби и не плавали, но зато вместе с моржами решили поесть плова. Встречать приход весны ледяным душам в Омске уже добрая традиция. Вот такой он, сибирский дух. Здоровый, боевой и морозостойкий. Что ждет шекспировских героев, если переселить их в сказки Андерсона? Поиграть с пространственными и временными перемещениями решился питерский режиссер Алексей Смирнов. И переобул артиста Фарликина в «Калоши счастья». С их помощью каждый из персонажей спектакля может осуществить заветную мечту и перенестись в любую загаданную эпоху и место. Но в погоне за синей птицей героям напомнят о вечном. Бойтесь своих желаний. Привыкшие твердить, что раньше было лучше, могут очнуться в мрачном средневековье. А опьяненные властью однажды столкнутся с бунтом своих марионеток. Мы честно исполняли все, что вы заставляли нас делать. И теперь я выскажу наше общее мнение. Какую ерунду вы заставляли нас играть? На самом деле сейчас многие люди недовольны. Существует понятие, что такое счастливый и успешный человек. Ну, клише. Там машина, ездит отдыхать за рубеж. Успешный человек не значит, что это счастливый человек. Можно ничего не иметь и быть счастливым. Что имеем не храним, потерявший плачем, на самом деле, наверное, это одна из тем, которые есть. Костюмы и декорации к спектаклю придумывала главный художник Московского театра кукол, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Евгения Шахотько. Для артистов Орликина постановка оказалась повышенной сложности. Им впервые пришлось одновременно задействовать на сцене столько разных техник театра теней – русского, испанского и китайского. И успевать при этом управлять несколькими кукольными персонажами. Я бы сказал, это гибрид мапотной куклы и шермовой. То есть, вот таким вот образом у него открывается рот, там такая перчатка. А вот здесь вот тросточка, то есть тело вводится. Поэтому такая своеобразная куколка. Мне очень нравится, хороший. Вот, Лёва. Калуши счастья в спектакле одни на всех актёров, поэтому шили их под самый большой размер ноги. И он оказался под стать масштабу таланта. Лауреат премии «Легенда омской сцены» Геннадий Власов – единственный, кому волшебная обувь здесь впору. Остальные подстраивают походку. Во время репетиции заслуженный артист России вспомнил свою детскую мечту – побывать в космосе. На Марсе. Почему? Потому что там уже участки делят, поэтому хочу оказаться там. Примерить калуши счастья и увидеть, куда приводят мечты, зрителей зовут в ближайшие выходные. 7 марта артисты Пятого театра представят в Москве спектакль «Человек из Подольска» на сцене центра имени Мерхольда. Постановка Никиты Гриншпуна вошла в лонглист самой престижной театральной премии страны «Золотая маска» и стала участником вне конкурсной программы фестиваля. И сегодня в рубрике «Личный рейтинг» мы встретимся с актрисой, сыгравшей единственную женскую роль в этом спектакле – Виктория Величко. Спектаклей у меня сейчас в репертуаре около 10. В связи с этим времени свободного не очень много. Мы очень любим ходить в караоке, очень любим петь с друзьями. У нас собралась такая компания по интересам. Есть любимый актер и любимый режиссер, и в основном смотришь их фильмы. Мой любимый актер – Джеймс Макэвой. Какой-то такой в актерской профессии эталон, на которого хочется равняться. Ты смотришь всегда все равно с какой-то профессиональной точки зрения, думаешь, как ты это делаешь, хитрец. Фильм «Грязь» я очень рекомендую. Персонаж в этом фильме – это полицейский, который готов пойти на любые вообще махинации, на любые поступки, обманы ради повышения. Там очень тяжелая судьба у него, такая психические расстройства, и у него есть какой-то накопленный багаж боли, и он не может открыться, из-за этого накопится, и есть какой-то там негативный результат. Леонардо Ди Каприо долго не давали «Оскар». Я негодую по поводу Макэвоя, потому что этот человек очень давно заслужил «Оскар» и вообще все награды мира, я считаю. Кота в мешке здесь точно не найдешь, а в сумке – пожалуйста. На выставке кошек все питомцы породистые, а сидят они в специальных переносках. Это традиционно для нашей системы международная выставка кошек. Основная цель – это получить разрешение на дальнейшее продолжение бридерской деятельности. Бридинг – это термин продвинутых заводчиков, означающий размножение породистых кошек. Чтобы получить разрешение на такую деятельность, настоящие бридеры ежегодно посещают кота выставки, на которых эксперты международного класса определяют, соответствует ли кошка стандарту ее породы. Это очень сложный труд, очень. Если человек любит, это не просто так, то я не разводчик, я заводчик. Это большая разница. Я их так люблю, это, вы знаете, это не передать словами. Это просто члены моей семьи. Обычно такие встречи включают в себя экспертизы и ринги. Не подумайте, здесь не дерутся и не царапаются. Главное оружие на этом поле боя – кошачья грация и умение подлизаться к жюри. Есть у нас ринги. Здесь немножко другое судейство. По стандарту тоже смотрим. Еще играет роль то, как смотрится животное, как оно себя преподносит. Это то же самое, как конкурс красоты. В ринге для молодых кошек от 3 до 10 месяцев победил обесинский красавец Нильфгард. На ринге статный и горделивый, а дома Нильфушечка-душечка, как называет его хозяйка. Впрочем, если египетские красавцы вам не по душе, пушистых питомцев кот не наплакал. Погладить можно и рыженьких, и черненьких, и даже обрести нового, мурлыкающего члена семьи. Я сейчас покажу вам новый сорт. Квинсленд называется. Он очень соответствует своему названию. Он такой прям принцессин-принцессин. Большой бутон около 7 сантиметров и длинная ножка – отличительные черты омских тюльпанов. Большинство луковичных, продаваемых на омских прилавках, выращены в черте города. Омские теплицы, кажется, не уступают голландским разноцветным полям. Не масштабам, конечно, а цветными характеристиками, высотой стебля и низкой стоимостью цветка. Тюльпаны аналогичных сортов можно получить из Голландии. Единственное, что они будут очень дорого стоить. Нет, 130 и выше. В нашем случае обычные классические сорта тюльпанов стоят 60 рублей. Попугайные, пионовидные, махровые и бахромчатые тюльпаны стоят 80 рублей. В цветочном мире важна стойкость. Если роза из Эквадора, которую везут в специальных условиях за тысячи километров, не увядает почти месяц, тюльпан может прожить всего неделю. Так что свежесть тюльпанов из Голландии может разочаровать. Но и омская прописка не гарантия качества. Опытные флористы советуют смотреть на цветок, а не на страну, где он вырос. Стебель должен быть плотным, без слизи, без видимых каких-то повреждений. То есть плотные, красивые листья. Повреждения какие могут быть? Это гниль. Лучше проверять вот где-то снизу. Мужчины зачастую берут заранее букет и хотят подарить его с утра. Ничего страшного, на самом деле можно в холодильнике держать. И в принципе, ну и единственное на воде. Обязательно в воде подрезать, поставить в воду, обязательно освежить срез. Это необходимо. То есть тогда цветы простоят дольше. Интересно, что цветы на 8 марта дарят в основном молодые мужчины до 30 и те, кто старше 39. Выяснили в статистической организации «Рамир». Остальные же в качестве подарка выбирают неприятный цветочный комплимент, а вполне нужный презент. Например, маски для лица, кремы, духи, аксессуары для домашних тренировок и спортивную одежду. Продажи этих товаров перед праздником увеличились в два раза. Об этом рассказали в администрации крупнейшего в России интернет-магазина. Такие вот прагматичные вкусы у цветущих женщин. Омск – город-сад. Сложно ли в нем вести цветочный бизнес? И остается ли в душе ощущение весеннего праздника, если 30 лет ты проводишь его на работе? Об этом нам рассказала Надежда Платицына, президент Национальной гильдии флористов. Надежда Борисовна, вы почти 30 лет, правильно, занимаетесь флористикой. Делаете наш город Омск крашем. Вот скажите, вот за 30 лет работы, насколько отношение к флористике у вас в городе поменялось? Теперь все занимаются флористикой. Им так кажется. Каждый цветок, он имеет имя, он имеет характер. Если мы делаем букет и чередуем розу-тюльпан, розу-тюльпан, так не катит. Потому что тюльпаны завтра утром вырастут ровно на голову и закроют розы. Значит, что делает флорист? Он группирует с одной стороны тюльпаны, с другой стороны розы. Нам 27 лет, и мы первый салон, который появился в Сибири, конечно, мы были диковинкой. Сложно было тогда наладить поставки, хорошие цветы. Это было невыносимо трудно. Теперь это мы по компьютеру все заказываем. А тогда, когда нам не хватало цветов, и я три месяца каждую неделю летала в Москву и везла практически багажом 24 коробки вот таких огромных голландских цветов в город. Потому что здесь не было цветов. Совхоз декоративных культур выращивал не понять что. И потом почему-то мы никак не могли с ним наладить отношения. Какой-то он был царство небесное, Говорухин, несговорчивый. Но они ненавидели нас все, цветочники. Потому что... Потому что мы стали монополистами. Это никому не нравится. И мы лет 15 в городе были монополистами. Что произошло, что вот эта монополия исчезла? Душа моя, они все подумали, что мы деньги гребем лопатой. Это же самое легкое. Купил цветы, продал цветы. На этом бизнесе сказывается все. Даже если на каком-то бизнесе не сказывается, допустим, что Трипс приехал в Россию. И Трипс не появился у нас в теплицах. Он приехал из Голландии и живет там с удовольствием. А у нас это все отражается в денежках. Цветы дорожают, поставки перебиваются. А как вы начали цветами вообще заниматься? В издательстве я проработала 18 лет. А это те далекие годы, понимаете, когда газеты все начали писать про скандалы. А про скандалы я писать не могу и не умею. Вы были журналистами? Я люблю писать про хороших людей. Про то, как делают обувь. Я просто смотрела все время по телевизору. Утреннюю почту. И там все время студию оформляла Роксолану. И я нашла эту Роксолану. И там, правда, была школа. 92-й год. И я попала к замечательному педагогу. Он и ныне жив. Это Питер Хесс. А потом я знала, что есть Управление по труду и занятости тогда. И они мне дали кредит миллион на организацию рабочих мест. У Василия Ивановича Говорухина отчикали пол магазина. Вы уже почти 30 лет занимаетесь флористикой. Как у Вас отношение к 8 марта за эти годы? Я 8 марта не люблю. Потому что тогда, когда стадо мужиков вспоминают о том, что Клара Цеткин и Роза Люксембург придумали этот женский день, они выстраиваются все в очередь. Есть необъяснимая тяжелая нагрузка вообще на людей. Есть озверевшие мужики, которые примерно вслух часто говорят, этот день год кормит у Вас. Мы не хотим так кормиться. Мы хотим каждый день продавать любимым клиентам цветы. Но есть еще другие дни, когда надо дарить цветы. Три птих цветы был написан Михаилом Александровичем Грубелем в 1894 году по заказу для Елизаветы Донкер. Как плафон для росписи потолка. После революции все произведения искусства отправляются в музейный фонд. Директор Западно-Сибирского краевого музея Федор Милехин в 1927 году просит эти работы, чтобы пришли в город Омск. Можно сказать, что вот такой вот дух художника вернулся к нам в город. Грубель накладывают мазки таким образом, чтобы сделать некий образ, как будто бы состоящий из частей. И эти части, они вибрируют и живут своей собственной жизнью. Цветы – это та красота, которая всегда притягивала художника. Ну что может быть прекраснее цветка? Что может быть прекраснее распустившейся розы? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кирилл Оротин Но зато мне не стыдно Именно производство десертов шеф – это я Какие-то идеи, конечно, черпаются от мастер-классов шефов, из книг Но они все дорабатываются, потому что продуктов в Омске многих нет, не существует И приходится видоизменять, подбирать Дальше в ресторанах подадут либо так, либо добавят сверху топпинг, либо варенье Ну, все зависит от того, как повар на месте видит дальнейшую подачу Честно, пропало желание готовить сладости дома Но хочется готовить здесь, экспериментировать, а дома готовить мясо Все просто – мясо, морепродукты, да и даже просто тосты какие-нибудь необычные Нужно понимать, что все-таки десерты, они не про поесть, а они про удовольствие и про досуг То есть сравнивать их с какими-то бюджетными массовыми продуктами не стоит Скорее всего, нужно сравнивать с походом в кинотеатр или с посещением какого-нибудь, не знаю, другого развлечения А люди готовы отдыхать, потому что ритм сумасшедший, и они хотят получать удовольствие от жизни Человек покупает глазами, в первую очередь Сначала глаза, потом вкус И если не происходит зачарование, то он возвращается Должно, внешний вид должен передать вкус А вкус должен дополнить внешний вид десерта Тут все просто Декор нежный, аккуратно, для того, чтобы не испортить уже практически готовый на 90% десерт Особенно нежно его нужно переносить Сложно объяснить, почему я не стал заниматься тем или иным видом деятельности На самом деле, много профессий, которые я освоил, по которым я работал Но мне хотелось, чтобы это было от души Чтобы я мог делать то, что хочу я и донести это до людей Делать приятные девушки и женщины, это, конечно, вообще здорово Но, кроме того, во всем мире лучшие повара и самые известные кондитеры, это, конечно, мужчины Уж не знаю, почему так сложилось Наверное, может быть, потому что более выносливые Может быть, потому что больше раз это рецепторы Вот Ну и я вот здесь Сейчас и десерт Где взять мужа в аренду и что делать, если возлюбленный завел новую пассию Выяснить это предстоит героиням новой российской комедии «Очень женские истории» В главных ролях звезды отечественного кино Анна Михалкова, Виктория Исакова и Любовь Толкалина В омут итальянских страстей с аргентинским колоритом затянет зрителей спектакль «Свободная пара» В пятницу актеры Пятого театра проведут курс танго-терапии И покажут, как справиться с кризисом в отношениях Артист года по версии российских стриминговых сервисов Треки которого набрали больше миллиарда прослушиваний В субботу выступит в Омске Тима «Белорусских» презентует вторую часть альбома «Моя кассета. Твой первый диск» 8 марта зрители телеканала «Продвижение» смогут оценить кинодуэт Лауреата премии «Оскар» Джереми Айронса и девушки-бонда Ольги Куриленко Голливудские звезды сыграли главные роли в мелодраме «Двое во вселенной» Омские подростки заявят о себе в понедельник 9 марта Танцы, косплей, ярмарка хендмейда и фотозоны ждут гостей фестиваля современных молодежных культур Услышать Бакемскую рапсодию другие легендарные хиты Фредди Меркьюри В сопровождении симфонического оркестра меломаны смогут во вторник Концертное шоу посвящено 50-летию группы «Квин» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова